Сегодня в поселке Березовка открылся детский сад для родителей, малышей и воспитателей. Это большой праздник, ведь дети получат долгожданное место, а сельчане новую работу. Однако по-прежнему очередь в дошкольные учреждения для края проблема острая. Как ее пытается решить репортаж Екатерины Павленко. Там в саду полно игрушек. Я себе найду подружек. На открытие детского сада малыши не только приготовили стихи, но и инвентарь принесли соответствующий. Мамы признались, не верили, что удастся так быстро получить место. Очередь у нас была не близкая. И когда мы увидели, что у нас очередь ноль подошла, мы даже не ожидали. Новый детский сад. Сегодня ребенок встал утром с радостным настроением. Детский сад Березовки примет 120 ребятишек от 3 до 7 лет. В 90-х в этом здании работал социальный центр. Реконструкция садика длилась целый год. Заменили окна, покрасили стены, построили детскую площадку. Малыши зайдут в этот детский сад уже на следующей неделе. К их приходу все готово. В комнатах расставили детские кроватки, в групповых залах, столы и стулья. Завезли игрушки. Сейчас мест в детские сады в крае ждут почти 18 тысяч малышей. В этом году планируется открыть 14 дошкольных учреждений. В том числе в поселках Бархатово и Солонцы. Где-то будут строить новые, где-то отремонтируют старые здания. Приобретут и свободные помещения. По указу президента забыть об очередях красноярские семьи должны к 2016 году. Красноярский край находится среди тех регионов, которые на сегодняшний день успешно решают этот вопрос. И по количеству введенных мест в детские сады, по прошедшему году мы занимаем одно из лидирующих мест. Новому детскому саду в Березовке уже придумали название «Непоседы». Воспитателям подарили цветы, а дошколятам – игрушки. Екатерина Павленко, Григорий Зимин. Вести. Красноярск. Из Березовского района.